ЛОД ЧИСТОГО СЕРДЦА Ну вот новый формат такой, на мой взгляд, достаточно светский. Готова ли у нас публика к такому виду помощи? Стояла задача набрать лоты, потому что это не все так просто. Мы не знали, что у нас пойдет хорошо, что у нас вообще не пойдет. В общем, короче, мы переживали, мы переживали, мы волновались до последнего момента, секунды, когда уже появились гости. Мы поняли, что с гостями все у нас нормально. Потому что пусть даже то количество, которое пригласили, потому что нельзя было и много, поскольку первый раз, поэтому надо было сделать пробный шар. И вот получилось, что у нас куклы были, были этюды, то есть картины, были спортивные футболки. Вот спортивную футболку, расскажите, они немножко поподробнее ее подарили. Не просто спортивная футболка, да, это футболка именитого спортивного. Да, здесь была футболка Александра Ерохина, футболиста, хотя вот футболисты и Игнашевич, и Семак, они занимаются благотворительностью. Но вот, слава богу, теперь у нас есть свой как бы Игнашевич, это вот Александра Ерохина в лице Вероники Ерохиной, которая присутствовала и привезла футболку для участия в этом аукционе. Поэтому мы говорим, Саша, огромное спасибо и думаю, что мы... Кто ее купил? Можно разглашать имя из-за столька? Вы знаете, дело в том, что я не могу без разрешения, как говорится, тех, кто купил это в свою коллекцию, потому что спортивные футболки и Сергея Шубенкова, и Александра Ерохина ушли в одни руки. Поэтому я так думаю, что они проявятся, может быть, где-то в каком-то музее домашнем, а может быть, где-то в бизнес-структурах будет какой-то уголок, будет сделан. Если подвести итог, насколько вы довольны суммой собранной? Какая, во-первых, эта сумма и на что будут пущены деньги? Я думаю, что, опять же, по срезу куклы ушли в лед, картины ушли в лед, то есть торговались. Но вот куклы, куклы, да, здесь и торговались, и было интересно, то есть все. Но та собранная сумма, которую вот 115 тысяч мы собрали, а поскольку мы работаем с отделением по заявке, то есть будет заявка на что-то, значит, мы будем тратить на только то, что будет, как говорится, запрошено. Проводя благотворительные концерты, которые были в рамках телепроекта «Надежда на чудо» и беря аукцион, мы сделали вывод, что полтора часа аукциона перекрыли почти 2-3 месяца работы над благотворительным концертом. Правильно ли я понимаю, что это теперь новое направление в вашей деятельности? Да, я так думаю, что его можно использовать, это направление, потому что это, во-первых, вовлечение и бизнеса, это объединение, то есть они между собой знакомятся, вот как-то поддерживают друг друга, раз уже вышли на трапу благотворительности, это уже говорит о многом. А вот все-таки это было достаточно закрытое камерное мероприятие, как можно людям, которые хотели бы впредь участвовать в этом, узнать и увидеть что-то более подробно? Ну, вы знаете, дело в том, что, в принципе, и в социальных сетях было размещено, и у нас на сайте, и ВКонтакте, и автографа, и у нас это везде было как бы объявлено, вот, поэтому люди могли спокойно звонить и предлагать свои, как бы, вот, лоты. В чем нуждаются дети сегодня и какова картина? На сегодняшний момент, на сегодняшний момент, я считаю, что самое главное, самое главное, это психологическая поддержка детей, потому что вся эта работа организации «Мать и дитя» и фонда «Мишенька», она направлена как раз на то, чтобы стабилизировать психологическое состояние ребенка, направить его на преодоление тех трудностей, которые есть. Поэтому психологи работают до глубокой ночи, выводя детей вот из состояния депрессии, замкнутости, играя с ними, проводя специализированные занятия. То есть в этом плане и работают и медицинские психологи, то есть здесь вот как раз идет такая вот и заявки. Заявки. Заявки – это если вдруг вот в аптеке закончился препарат, а он пока поступит, а его нужно срочно, но здесь мы работаем как скорая помощь, потому что мы можем этот препарат купить либо здесь, в федеральном округе, либо доставить его с Москвы, пока он поступит в больничную аптеку. Это не потому, что у государства, допустим, нет этого препарата или еще что-то, а потому что, извините меня, количество детей рассчитывается столько-то, берется какой-то запас, а оно просто-напросто превышает. И поэтому получается, что вот такие моменты возникают. Но остальное мы благодаря нашим благотворителям, благодетелям закрываем. Это может быть и какие-то мебель, ремонт, поставка воды или еще что-то. Благотворители и благодетели – это все старые имена или появляются новые? Вы знаете, да, нет, появились новые имена. Я очень рада. Это Ольга Низамова, спасибо ей, Ольге Фердаусовне, потому что вот она присоединилась даже в такое вот тяжелое время. Она сама мамочка троих детей, и нам очень приятно, что в этой когорте как раз появилось еще одно новое лицо, не беря уже те лица, которые с нами идут очень давно и не хотят, в общем-то, светиться, потому что иногда говорят, а то подумают, вот дураки, благотворительностью занимаются. Бывает и такое. Спасибо, Ольга Михайловна, огромное за беседу, за ваше дело, которое вы ведете всю свою жизнь. Это была программа «Наше время». Мы говорили о том, как помочь онкобальным детям. Мы беседовали с председателем Краевой общественной организации «Мать и дитя» Ольгой Гогой. До встречи. Продолжение следует...